Главный осудовец Пинска Юрий Пичугин не впервые встречается с учащейся молодежью нашего города. Повод напомнить молодым людям, как не стать жертвами воды не только летом, но и в зимний период. Ведь даже когда на водоемах лед был довольно крепким, люди тонули, нарушая правила безопасности. В минувшем году в августе месяце были приняты новая редакция правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь. Что касается первого льда, там в принципе особо ничего не поменялось. Минимальная толщина льда, на которую можно выходить 7 сантиметров, как было и осталось. В части использования спасательных жилетов, да, если в старых правилах было написано рекомендовано использовать спасательный жилет, сейчас написано обязательно использовать спасательный жилет. Однозначно те, кто этого правила не придерживается, очень рискуют. И не только зимой. Пример приводит представителя свод, когда на водоеме в Витебской области перевернулась лодка и утонули два рыбака. Один из них был без жилета, там понятно, утонул. Второй был в спасательном жилете. Как оказалось, потом следствие установило, это был, ну, может быть, грубо сказать, ну, муляж жилета. То есть со временем, он был, наверное, такой старый, что со временем наполнитель, который поддерживается, разложился, и он не выполнял своей поддержкой функции. Поэтому сейчас хочу напомнить рыбакам, особенно, которые будут ходить на первый лед, чтобы были спасательные жилеты, и они должны обеспечить положительную плавучесть. То есть вес рыбака плюс одежды и всей амуниции, чтобы он был на плаву в случае, когда провалится. В общении со студентами Юрий Печугин отметил положительную статистику, чего не было довольно длительное время. В акватории Пенска с начала года никто не утонул. Может, это потому, что люди стали больше беспокоиться о своей безопасности. Не стоит пренебрегать правилами поведения на воде, потому что это может привести к гибели. Например, если вы не умеете плавать, не плаваете без спасательных жилетов, либо не заплываете за буйки, или же зимой есть еще ребята, которые любят на коньках покататься, не выходите на лед без, например, сопровождения какого-то взрослого, либо же, чтобы спасатели были рядом хотя бы. Как часто сами становились свидетелем, когда молодые люди нарушали правила и требования о свод? Никогда не видел. Всегда у нас граждане такие, что если о свод говорит не заплывать за буйки, стараются не заплывать. Вроде я не видел, чтобы кто-то заплывал за буйки, кто-то не слушался о свод. Да и напомнить о правилах никогда не лишнее. Как раз в этом деле студенты по ЛСГУ – активные помощники о сводовцев и спасателей. Мы проводим профилактическую работу с гражданами, раздаем им анкеты, правила поведения на воде в зимнее и в леднее время, а также ведем просто устную беседу. А на льду наблюдали нарушения правил, когда первый лед для доставки? Да, конечно, рыбаки хотят, как бы, первый лед и хотят уже выйти, порыбачить. Это зимняя рыбалка для них – это как, не знаю, такое экстремальное увлечение, можно сказать. А о таком экстреме любителям зимней рыбалки настоятельно рекомендуется забыть. Местные органы власти принимают нормативные правовые акты о запрете выхода на лед до достижения им 7 сантиметров и в период интенсивного таяния и расставания льда. Это уже на весну. На сегодняшний день Пинским райисполкомам принято решение о запрете выхода на лед на всех водоемах Пинского района. В городе Пинске есть распоряжение председателя горосполкома также о запрете выхода на лед на водоемы в городской административной черте. С целью профилактики несчастных случаев на водоемах во многих учреждениях и организациях города размещены специальные информационные стенды. Такой же был подарен Юрием Пичугиным Полесскому госуниверситету с пожеланием дальнейшего сотрудничества и предупреждением студентам о строгом соблюдении элементарных правил поведения на воде.